Протсветающий туризм казался воплощённой мечтой для людей, живущих здесь, на склоне горы Геракастра. Ежегодно здесь гостили сотни тысяч путешественников. Пандемия срезала цветущую индустрию отдыха. Впрочем, как и везде. Как и везде в мире, пандемия остановила движение людей, в том числе и туристов. И это сильно ударило, особенно в первом квартале с марта по июнь, когда негативное влияние было огромным, и многим предприятиям пришлось приостановить свою деятельность. Магазины заполнены сувенирами, футболками, изделиями ручной работы и традиционными народными костюмами. Местные компании, заглядывающие в будущее, пытаются продвигать этот район в интернете. Больше всего страдают самые маленькие предприятия. Мы надеемся, что с прививками туристы начнут путешествовать и приезжать сюда. Мы также пытаемся адаптировать бизнес к местному туристу, как я сделала со своим бизнесом. Его продукты ориентированы на местного туриста. Я очень надеюсь, что этот год будет несколько лучше, чем 2020-й. Кризис экономический – следствие ограничительных мер. А туризм лишь показательный для всех сектор деловой активности, которая и без того уже находится в агонии. Если ситуация будет складываться по аналогии с прошлым годом, то курорты могут и не пережить новый туристический сезон. Рецессия и в сфере пассажирских авиаперевозок. По всей планете компании ищут способы диверсифицировать свои источники дохода. Некоторые даже превращают свои услуги в туристическую достопримечательность. К примеру, в Украине любителям самолетов предложили осмотр памятных мест с воздуха. Удобно людям, ощущение путешествия, авиакомпаниям хоть какая-то прибыль. Тем не менее, проблемы в организации перелетов в постковидное время никуда не делись. Удобство авиационного бизнеса страдает из-за того, что процедура допуска к полетам значительно усложнилась. Добавлены контроль температуры тела и другие меры. Для обеспечения температурного режима в аэропорту необходимо новое оборудование. Все это увеличивает расходы аэропортов, которые перекладываются на авиакомпании и в результате делает авиаперелеты еще дороже. Доходы персонала аэропорта низкие, потому что пассажиров не так много. Поэтому ситуация действительно очень сложная. И говорить о полном возобновлении авиасообщения можно будет не раньше 2023-2024 годов. Новое ограничение снижения уровня зарплаты в некоторых случаях и вовсе полное сокращение закономерно вызывает недовольство среди сотрудников сферы авиаперелетов. Пострадавшие от ограничений авиакомпании на этой неделе начали забастовку в парижском аэропорту Шарль-де-Голля. Один только Air France намерен сократить более 7,5 тысяч сотрудников. Всего по некоторым подсчетам в авиасфере потеряют работу десятки тысяч. Были объявлены сокращения и в самой аэрогавани. Они затронут широкий круг рабочих мест в аэропорту – от грузчиков багажа до уборщиков. Сегодня крупнейший французский аэропорт принимает около 20 тысяч пассажиров вместо привычных 200 тысяч. А в лондонском Хитроу сотрудники недовольны штатным расписанием. А чиновники иммиграционной службы и вовсе требуют пересмотра правил, по которым они могут работать в группах не более чем из 10 человек. В итоге время ожидания в очередях на пограничном контроле в аэропорту увеличилось до 6 часов. Вся ситуация больше похожа на плохой фарс, ведь британцам банально нельзя пересекать границы с другими государствами. Впрочем, увольнение, забастовки и порой абсурдные ограничения за последний год из ящика ковидной Пандоры уже показались. На фоне начавшейся вакцинации человечеству остается терпеливо ждать, а окупится ли надежда на дне коробки позитивными изменениями. Андрей Семченко, Вокруг планеты.